Кому противопоказана лазерная коррекция зрения? Лазерная коррекция зрения противопоказана, если толщина роговицы не позволяет её провести. Но даже современные лазеры есть такие, которые формируют ультратонкий срез. Поэтому эти ограничения становятся всё меньше и меньше по толщине роговицы. Не показано, если есть хронические воспалительные заболевания передней поверхности, если есть тяжёлые формы сухого глаза и системные заболевания, которые сказываются, откладываются до проведения лазерной коррекции. Если у пациента есть дегенерация сетчатки и угроза разрывов, то прежде проводятся операции по укреплению сетчатки, а затем уже лазерная коррекция. Не показано, если есть новообразование переднего отрезка. Ну, в общем, очень узкий, так сказать, перечень тех заболеваний. Вопрос, какие хронические заболевания влияют на качество зрения? Ну, давайте. На распространённые. Самые распространённые хронические заболевания имеются в виду не глаз, да? Да. Других органов. Диабет. На первом месте. На первом месте. Затем неврологические заболевания. Новообразование головного мозга. Сосудистые заболевания головного мозга. Затем системные заболевания, такие как ревматоидный артрит. Очень часто офтальмологи, например, подозревают наличие системного заболевания, аутоиммунного, я же говорю, как ревматоидный артрит, спондилоартриты, потому что у пациента может быть тяжёлая форма сухого глаза, либо постоянно повторяющиеся воспаления, мы называем иридоциклиты. Вот рецидивирующие или повторяющиеся иридоциклиты, они могут возникнуть на 5-7 лет раньше, чем ревматологи поставят свой диагноз. То есть это группа риска. Из общих заболеваний, которые ревматоидные, я уже сказала, также это сосудистая патология, гипертоническая болезнь. У гипертоников мы встречаемся чаще с тромбозами вены сетчатки, и это приводит потом к слепоте. То есть сердечно-сосудистая патология, неврология, эндокринология. Наверное, нету таких системных серьёзных заболеваний, которые потом бы не сказались на состоянии глаз. Лейкемия, то есть заболевания крови, всегда инфекционные заболевания. Это отдельная тема. Поэтому глаз такой орган-мишень, который очень чувствителен к общему состоянию организма. При тех поговорили, давайте теперь про пожилые. Часто пожилые страдают катарактой. Можно ли принять какие-то меры, предотвращение, какие-то витамины, упражнения? Что вообще есть? Ну, упражнениями катаракту профилактировать нельзя. Катаракта это... Многие стараются всё равно. Ну, катаракта это помутнение хрусталика. Причём мы катаракты называем любое помутнение хрусталика, любой степени и в любом месте хрусталика. И почему-то все боятся катаракты. На самом деле катаракты рано или поздно возникают у всех, потому что это просто старение организма. Я хочу сказать, что вылечить сегодня её легко. И если больше нет других заболеваний, то зрение восстанавливается до 100%. Бояться больше надо, наверное, других заболеваний. Глаукомы, диабетическая ретинопатия, других заболеваний зрительного нерва. Но, тем не менее, профилактику можно проводить. Наверное, заезженная фраза уже. Здоровый образ жизни, здоровое питание. Мы уже поговорили про антиоксиданты. Современные клинические рекомендации зарубежных специалистов, они прописывают, что приём витаминов и антиоксидантных комплексов может затормозить развитие катаракты. Поэтому их есть достаточно большое количество с большей или меньшей доказательной базой. Я не буду называть никакие, но просто хочу сказать, что витамины, комплексы витаминов для глаз с антиоксидантами, они могут профилактировать развитие катаракты и замедлить её развитие. Насчёт капель. Здесь мнения специалистов несколько расходятся, но есть препараты, которые содержат антиоксиданты, они тоже могут замедлять развитие катаракты. Но они не лечат катаракту. Катаракта не рассасывается. Её нужно оперировать. И не надо тянуть долго, потому что если уже есть катаракта и уже зрение снижено, то чем плотнее хрусталик, тем сложнее его удалять и тем больше может быть внутриоперационных осложнений. Хрусталик, когда он мутнеет, он увеличивается в объёме, он может привести к развитию острого приступа к глаукому и потере зрения. Поэтому прислушивайтесь к специалистам и своевременно нужно проводить хирургическое лечение. Я правильно понимаю, что если нет других заболеваний, то катаракту нужно с помощью операций... Постановить время до 100%, да. А вот цель, что глаукома, да? Да. Это очень сложно, да? Какие вообще обнёс симптомы, которые нужны для человека осторожно? Глаукому сегодня называют тихим вором зрения. Да, почему тихим? Наиболее опасная форма — это открытоугольная глаукома, потому что она не болит. Ну вот если я вас спрошу, что бы вас привело к доктору? Ну и сегодня даже студентов спрашивала на лекции, что вас приведёт к доктору? Они говорят, вот, боль, покраснение. Ну вот если я плохо видеть буду. Действительно, это основные причины. Косметические, нарушение функций и боль самое главное. Так вот, глаукома не болит. Функции или зрение, центральное зрение, острота зрения долго сохраняется высокой, а вся проблема начинается с незаметной потери периферического зрения. То есть поле зрения сужается, и пациент этого может не замечать. Более того, у нас два глаза, и поля зрения перекрываются, поэтому иногда человек утром проснулся, потер один глаз, и оп, не вижу на второй. И он говорит, я вчера ослеп, а мы приходим, смотрим глазное дно, и видим, что там не вчера это всё началось. Что-то как минимум несколько лет постепенно человек терял зрение и не замечал этого. Поэтому глаукома – это более серьёзная проблема. Если катаракту можно вылечить, восстановить зрение, заменив хрусталик, то глаукома приводит к потере зрения, которую вылечить невозможно. И основная задача врача и пациента – это как можно дольше сохранить то, что у человека есть, и замедлить потерю зрения. Поэтому ранние симптомы. Если появляются радужные круги вокруг источника света, летающие мушки, если очень часто приходится менять очки, скажем, в течение полугода раза 3-4, если есть чувство распирания в глазу, то всё это может быть ранними симптомами глаукома. Ещё вопрос. Правда ли, что нержание очков при небольшой близорукости может ухудшить зрение и лучше, чтобы глаза работали самостоятельно? Ой, спасибо вам. Этот вопрос – это очень неправильная точка зрения, и это стереотип, миф, который я с особым удовольствием буду развеивать. Это неправда. Если после тщательного осмотра, потому что для подбора очков это осмотр обязательно с расширением зрачков проходит, пациенту рекомендуют одевать очки либо линзы, то ими нужно пользоваться. Сегодня по современным исследованиям недокоррекция, скажем, пациента минус 3, а он думает, да, я лучше минус 2 буду носить, приводит к тому, что прогрессирует близорукость. И поэтому недокоррекция или не одевать очки – это неправильно. А вот нужны или не нужны очки при слабых степенях, то есть это настоящая близорукость или это уже сформировавшаяся, и какая степень слабая, там, минус 0,25, минус 0,5, минус 1. Вот одевать или не одевать – это должен рекомендовать доктор после тщательного обследования. И у меня только просьба, если рекомендовано носить очки, то ими нужно пользоваться. Потому что, еще раз говорю, что неиспользование, то есть недокоррекция зрения приводит к быстрому прогрессированию, ну, в данном случае, близорукости. Нужно ли заниматься спортом при миопии средней и высокой степени? Почему нет? Здоровый образ жизни. Но спорт, опять же, если вы будете олимпийским, да, олимпийские, там, какие-то пытаться завоевать призы, олимпийские призы в боксе, там, в каких-то травматичных видах спорта, то лучше не надо, потому что при высокой близорукости есть риск, всегда высокий риск отслойки сетчатки. Вот там, где все, что связано с ударами по голове, лучше не надо. Другие виды спорта, или особенно физкультуры, то, конечно, да, занимайтесь спортом, занимайтесь физкультурой. Пользуйтесь контактными линзами во время занятий спортом и физкультурой, а не очками, потому что всегда есть риск какой-то травмы и повреждения у вас. Поэтому, да, можно. Но только знать, какие виды спорта. Это не бокс и не борьба. Нет, конечно, нетравматичный. Там, где нет ударов по голове, то, что может привести в последующем к травме глаза и к отслойке. Кстати, будут травмы глаз, как оказать первую помощь, там, при попадании инородных тел или, там, травмы глаз? Тоже часто задаваем вопрос. Осенний период – это время сбора вырожая. И уборки на приусадебных участках сейчас, что в основном, там, собирают, сухие ветки, да, цветы обрезают, там, занимаются сбором урожая. Очень часто что-то попало в глаз. Что нужно делать? Ну, прежде всего, тщательно промыть. Если не удается удалить инородное тело при промывании глаза, причем длительно, обильно нужно промывать это, можно попросить близких, кто есть, вымыв руки, попытаться удалить с помощью ватного тампончика. Но если это не получается, нужно ехать к доктору, чтобы эту манипуляцию провел врач. Почему? Если остается инородное тело, оно повреждает роговицу, и кроме того, что это неприятно, больно и все остальное, присоединяется инфекция, возникают кератиты. Потом не всегда человек может оценить тяжесть травмы. Иногда говорят, ой, мне что-то там 3 дня назад, 5 дней назад в глаз попало, но я потер, у меня все прошло. А человек приезжает к нам в отделение, и мы уже видим эндофтальмид, воспаление внутри глаза, и внутри глаза есть инородное тело. Поэтому если сохраняются в течение следующего дня неприятные симптомы, снижается зрение, покраснеет глаз, а у вас что-то попадало в глаз, вы не знаете, что ли, обратитесь к доктору. Ну, могу сказать, что в Александровской больнице круглосуточно работает пункт неотложной помощи. Все травмы, пожалуйста, всегда оказывается неотложная помощь. Самое главное, не сидеть дома и не ждать, пока исчезнет зрение. Потому что в таких случаях иногда можно даже не всегда спасти глаз, не только зрение. Надо относиться к этому серьезно. Если попали какие-то химические вещества, первая помощь – это в течение 20-30 минут промывание обильно водой. Если есть поверхностные инородные тела, там, допустим, известь, да, попадает или еще что-то, это очень серьезно, удалить их и закапать препараты искусственной слезы, протекторы, скажем, хронерегин, можно там, либо какие-то капельки с гиалуроновой кислотой, и антисептик, любой какой есть в глазных каплях. Если это ожог тяжелый, то тоже нужно ехать на пункт неотложной помощи. Еще очень важно, если инородное тело поверхностное удалилось хорошо, но если не удаляется, не надо вытаскивать. Вот иногда там что-то в глаз попало, знаете, когда металл по металлу, щетки вот эти вот с тонкими металлическими такими, как иголками, шлифуют, что попадает в глаз, и человек взял и вынулся. Ну, не надо этого делать. Лучше наложить недавящую повязочку и ехать тоже, потому что таким образом, оказывая себе помощь, можно утяжелить травму и будет много проблем. Поэтому, опять-таки, травмы оказали себе помощь, промыли глаза, закапали. В случае, если симптомы сохраняются, либо вы работали с металлом, лучше покажитесь доктору. Чтобы все ушли за ответы, завершающее слово, для тех, кто задавал вопросы, можете дать пару советов людям. Я хочу сказать, что здоровье, каждый человек должен чувствовать ответственность за свое здоровье. и больше, чем ты сам, наверное, никто не будет о тебе заботиться. Поэтому будьте внимательны к себе. И глаза, когда мы видим мир вокруг, мы, наверное, не можем до конца оценить, какой дар нам нам дан в этой жизни. Только когда человек теряет зрение, он понимает, что он потерял. Поэтому я хочу всем пожелать, чтобы вы могли видеть этот мир в ярких красках, берегите зрение, своевременно обращайтесь, а мы со своей стороны делаем все, чтобы вам помочь. Сегодня офтальмология в Украине, она соответствует мировому уровню, поэтому я думаю, что вместе мы сможем снизить слепоту в Украине.